Вольксваген Тигуан В 2011 году немцы объявили о грядущем выходе новой модели. Обычно после таких сообщений продажи падают. Покупатели выжидают, чтобы приобрести новую машину. Однако в случае с Тигуаном этого не произошло. Даже перед снятием с производства компактные кроссоверы пользовались практически таким же спросом. Первый Volkswagen Tiguan, первый компактный кроссовер марки Volkswagen появился на рынке в 2007 году. А сейчас, в 2011, немцы пригласили нас в Австрию для того, чтобы познакомиться с новым Тигуаном. Впрочем, идет ли речь о новом автомобиле или лишь о рестайлинговой модели? Давайте попробуем разобраться. С лица нового Тигуана исчезла улыбка. Линии радиаторной решетки теперь прямые, точь-в-точь, как на Volkswagen Touareg. Так что и Тигуан теперь выглядит более взрослым и солидным. Передняя оптика пополнилась дневными ходовыми огнями продолговатой формы. На радиаторной решетке появились дополнительные хромированные молдинги. Передний бампер также обновили и увеличили воздухозаборник. Итак, спереди машина выглядит иначе. А вот детали кузова, капот, крылья, двери, крыши и даже дверные ручки остались прежними, точь-точь, такими же, как на первом Тигуане. Иначе выглядят фонари. Сейчас они светят в стиле Volkswagen Golf. Фонари получили фирменные секции в форме латинской буквы L. Кстати, над обновлением внешности Тигуана работала команда специалистов во главе с шеф-дизайнером группы Volkswagen Вальтером де Сильвой. Именно он разрабатывал новый фирменный стиль марки, который впервые появился на гольфе шестого поколения и купе Serovka. Тигуан оказался предпоследним в очереди на обновление. Теперь немцам для единообразия модельного ряда осталось подредушировать лишь внешность Passata CC. Для Тигуана обновлены варианты комплектации. Прежде их было три, теперь добавилась четвертая. Это внедорожная версия с улучшенным оснащением. Напомним, что Тигуан – единственный кроссовер, выпускающийся в дорожной и внедорожной версиях. Внешнее различие между ними сводится к разным типам переднего байкера. Стандартный в комплектации Trend & Fun или Sport & Style имеет угол въезда в 18 градусов. А во внедорожных вариантах Track & Field или Track & Style можно штурмовать препятствия, имея в запасе угол в 28 градусов. К тому же днище таких машин прикрыто защитной пластиной, что также расширяет возможности для езды по пересеченной местности. И еще одно отличие глазом не заметишь. Дорожная версия немного короче, всего на 7 миллиметров. Остальные габариты, включая колесную базу, одинаковы. Длина автомобиля около 4 метров 43 сантиметров и разница в зависимости от типа переднего бампера. Ширина, с учетом наружных зеркал, составляет 2 метра 4 сантиметра. Высота кузова 1 метр 67. Рейлинг на крыше добавит еще полтора сантиметра. Объем багажника составляет 470 литров, а со сложенными задними сиденьями 1510. Колесная база 2 метра 60 сантиметров. Снаряженная масса варьируется от полутора тонн для версии с мотором 1.4 и моноприводом до 1679 килограммов для протестированного нами автомобиля с двухлитровым двигателем и полноприводной трансмиссией. Дорожный просвет составляет достаточные для штурма бордюров и сугробов 20 сантиметров. Обновленный интерьер Тигуана оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны он явно стал качественнее. Особенно это заметно в машинах дорогой комплектации. Пластик мягкий, эффектно и дорого смотрится коричневая кожаная отделка сидений. Машину можно оснастить панорамной крышей, большая часть которой открывается. По ощущению премиальности такой автомобиль явно даст фору конкурентам из азиатских стран. Однако в более простых версиях разница не столь заметна. В машине изменился руль и рычаг коробки передач. В остальном все кнопки, все сервисные функции на прежних местах. Расположены они удобно, можно лишний раз не смотреть для того, чтобы нажать нужную кнопку. И вы знаете, это хорошо, потому что интерьер машины получился очень серым. Как в прямом, так и в переносном смысле слова. Несмотря на качественный материал отделки, мягкий пластик, смотреть на него лишний раз не хочется. Водитель сидит достаточно высоко, так что дорогу хорошо видно. В том числе и благодаря тонким стойкам крыши. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и по вылету. Относительно жесткие кресла по-немецки комфортабельны. Они обладают хорошей боковой поддержкой и оснащены регулировками по высоте и поясничным подпором. В топовых комплектациях устанавливается спортивное кресло. Второй ряд сидений разместили несколько выше, чем первый. Так что пассажиры смогут смотреть на дорогу через лобовое стекло. Достаточно места и для ног. При желании задний диван можно сдвинуть назад на 160 мм. Изменяется и угол наклона его спинки. Для теста мы выбрали машину с двухлитровым турбодизелем и трансмиссией 4Motion, которая обеспечивает постоянный полный привод. На этом автомобиле нам предстояло покорить альпийские склоны, где зимой катаются на горных лыжах. Впрочем, о бездорожье речь не шла. Ездили мы по обычным гравийным дорогам. На них дизельный Тигуан чувствует себя превосходно. Машина легко набирает ход даже на крутом подъеме. Тяги двухлитрового мотора на низких оборотах вполне хватает. Небольшие ямы не беспокоят водителя. В качестве опции Тигуан можно оснастить адаптивной подвеской Dynamic Chassis Control, которая уже опробована владельцами моделей Golf и Passat. Кнопками на центральной панели можно выбрать один из трех режимов – «Комфорт», «Нормал» и «Спорт». В одно касание водитель меняет жесткость амортизаторов, усилия на руле и реакции силового агрегата на педаль газа. На мой взгляд, разница заметна лишь между крайними режимами. В спортивном алгоритме руль становится значительно более тяжелым, а передачи удерживаются дольше. Но важнее другое. В любом режиме Тигуан остается послушным и простым в управлении. Настоящим внедорожником его, конечно, не назовешь. Однако на этом кроссовере можно проехать через грязную лужу, залезть на Косогор или пересечь вброд небольшую реку. Для более серьезных внедорожных испытаний лучше купить Туарек. А главная ценность Тигуана – в той легкости, с которой он едет и по сельским дорогам, и по городским улицам, и по шоссе. На ходу в салоне Тигуана тихо. Работу двухлитрового дизельного двигателя практически не слышишь. Неплохо изолированы и колесные арки. Но вот на скоростях около 130 км в час в салон проникают аэродинамические шумы из области внешних зеркал. Тигуан сделан в той единственной стране мира, где до сих пор сохранились дороги без скоростных ограничений. А это значит, что инженеры воспитывали этот кроссовер так, чтобы его владелец смог ездить быстро, не теряя в комфорте и безопасности. Максимальная скорость, на которую способен Тигуан с двухлитровым дизельным двигателем – это 180 км в час. Хорошо, что мы в Баварии, где это можно проверить на дорогах общего пользования совершенно легально. Кроссовер крепко стоит на дороге, даже на столь высоких скоростях. При перестроениях в соседнюю полосу или обгоне грузовиков машина остается стабильной. А безопасность такого передвижения водителю помогают обеспечивать многочисленные электронные ассистенты, которые появились в обновленной модели. И о них стоит рассказать отдельно. Во-первых, у машины есть система удержания полосы, которая следит за дорогой. И в случае, если автомобиль без сигнала поворота покидает полосу движения, на руле чувствуется слабое движение, возвращающее машину в полосу. Обратите внимание, компьютер подсказывает мне, чтобы я взялся за руль. Стегуан оснащен новым ассистентом, который помогает удерживать полосу движения. Если полоса поворачивает, а водитель забывает повернуть при этом руль, то автомобиль сам помогает встать в нужную траекторию. Однако, для того, чтобы водитель не расслаблялся слишком уж сильно, машина готова выполнить эту операцию всего два или три раза подряд. После этого компьютер выдает предупреждающий сигнал, сообщая о том, что знаешь, чего, братец, давай-ка ты сам возьмись за руль. Такое вмешательство электроники в управление траекторией прекращается мгновенно, если водитель приложит к рулю усилия. Новый Тегуан получит систему адаптивного освещения, которая сама будет переключать ближний и дальний свет, менять форму светового пятна, чтобы не слепить других водителей. Впрочем, эти системы будут предложены чуть позже. А уже в начале продаж можно будет заказать обновленную навигацию, внедорожный пакет и систему распознавания усталости. После четырехчасовой непрерывной езды или в случае, если действия водителя подают признаки усталости, экран приборной доски пригласит выпить чашечку кофе и передохнуть. Внедорожный пакет будет включать в себя систему помощи при спуске с горы. Она позволяет водителю заботиться лишь о траектории, не трогая педаль тормоза. Тигуан может утащить за собой прицеп массой до двух с половиной тонн. Фаркоп прячется под бампером. Аккуратно прицепить дополнительный груз поможет камера заднего вида. Сегодня мы ездили по щебенке, ездили по извилистой горной дороге, и сейчас едем по автобану. Во всех этих режимах Тигуан практически одинаково комфортен. Кроме того, наш автомобиль оснащен тремя вариантами настроек подвески. Это обычный, комфортный и спортивный. Впрочем, не стоит думать, что Тигуан – это спортивный кроссовер. Никакого спорта в нем не было и нет. Это все тот же семейный автомобиль. А теперь давайте посмотрим на технические характеристики Volkswagen Tiguan. Двухлитровый турбодизель развивает мощность в 140 лошадиных сил и крутящий момент в 320 ньютон-метров. Всего в России будут представлены пять моторов, самым новым из которых является бензиновый 1,4 турбо мощностью в 122 лошадиные силы. Обе коробки передач для России – автомат и механика – обладают шестью ступенями. Тигуан может быть передним или полноприводным. Протестированный автомобиль разгоняется до сотни за 10,7 секунды. А стрелка на спидометре может перевалить отметку в 180 км в час. Расход в смешанном цикле составляет лишь немногим больше 7 литров тяжелого топлива. Цена Тигуана начинается с отметки в 896 тысяч рублей. Это несколько дешевле, чем у таких конкурентов, как Toyota RAV4 или Ford Kuga. Но немного дороже нового Kia Sportage. Volkswagen Tiguan прошел обновление. Внешность стала больше похожа на другие модели Volkswagen. Появились модные нынче электронные ассистенты, а моторы стали немного мощнее. Будет ли этого достаточно, чтобы сохранить или приумножить популярность модели? Скоро узнаем. Производство машины уже стартовало в Калуге, а продажи начнутся в августе месяце. Вы смотрели передачу «Наши тесты». Всего вам доброго! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok